Казахстанцы тратят на еду большую часть своего дохода, несмотря на наличие стабилизационного фонда и фиксированные цены на социально значимый товар, на продукты питания у жителей уходит более 50% месячного дохода. Таковы данные Бюро национальной статистики. Учитывая, что сельские жители часть продуктов питания производят собственноручно, наша съемочная группа решила узнать, насколько остро стоит этот вопрос у жителей нового областного центра Алматинской области. По данным европейских аналитиков, Казахстан оказался в антирейтинге по расходам на продукты. Если в Люксембурге люди тратят на питание всего порядка 8,5%, то наши жители расходуют около 53% от своего месячного дохода. Это подтвердили и жители города Кунаев. Процентов, наверное, не знаю, 60 точно на продукты уходит в основном. Проценты? Ну, 50 точно. Именно на продукты. Да, хотя я живу одна с двумя детьми. Ну, то есть нас трое, но и то вот так вот уходит. Потому что цены вообще, конечно, ужас. После Нового года это просто, короче, очень сильно заметно после Нового года это стало. Гости областного центра заверяют, что рост цен – это глобальный вопрос, поскольку продовольствие дорожает во всем мире. Я канадец. Цены везде растут, по всему миру. А продукты у нас в Канаде выросли очень сильно. И здесь я смотрю, что тоже цены растут. По опубликованным данным Бюро национальной статистики, в третьем квартале 2022 года зафиксировано увеличение потребления казахстанцами продовольственных товаров. На первом месте в списке стоят молочные продукты, хлеб и овощи. В основном – социально значимый товар. Как известно, во всех областях нашей страны действуют стабилизационные фонды. Алматинская область – не исключение. По данным представителя городского отдела развития торговли и предпринимательства, на сегодня дефицитов социально значимых товаров нет. На полках, как вы заметили, есть объем всего товара из перечисленного 19 наименований СЗПТ. Прям критической нехватки по какому-либо товару не замечается. Товар вы можете найти на ярмарках, которые проводятся еженедельно в городе Уханаев и других районах, на базаре Житсу и Алга. Есть у нас торговые сети региональные – это Тоймарт, Магнум, Смол. Там товар в достаточном количестве. Ну и, соответственно, в магазинах у дома. Рост цен на продовольствие – вопрос глобальный. На ценообразование продукта влияет ряд факторов. Это и инфляция, и состояние частного бизнеса и прочее. А потому сотрудниками ответственных учреждений проводятся работы по сдерживанию цен на продовольственный товар. При Акимате области функционирует комиссия по расследованию посреднических мер по всей цепочке ценообразования. Также дано поручение по увеличению количества сельхоз-ярмарок по ценам ниже рыночных.